Театр начинается с вешалки Понятно Вот, кстати, поэтому я вас и собрал Дорогие мои, учитывая ваш Преклонный возраст Ну, в общем, не буду Тянуть Онегина за Евгения Я хочу омолодить театр Ура! Мы едем в санаторий! Чур, я порваю На электрофорез Да нет, дорогие мои, вообще-то я хочу Вас всех уволить Нет! Боже мой, Алексей Иванович, и вы здесь? Естественно Видите, какого актера вы можете потерять Слушайте, знаете, делайте то, что у вас лучше всего получается Стойте и молчите Вообще-то есть театральный закон Если на сцене стоит дерево, оно заговорит Вообще-то там не так Если на сцене ружье, оно обязательно выстрелит У меня и ружье с тобой есть Прекрасно, видите? Дерево с ружьем, а? Еще что-то нужно объяснять? Да Почему вы хотите уволить актеров, а суфлера нет? Какого суфлера? Я уволил его три года назад А что за голоса тогда я слышу? Вот как? Как можно уволить таких артистов? Как бы сказал Станиславский, не верю! А зритель не верит, что вам 14 глядит на вашу лысину Вообще-то это 17 век, там уже в 12 так выглядели Ну, вам-то виднее, вы застали эти времена Вот тут ничего-то понятно, меня за что? Как за что? Вы должны играть Джульетту, а не Мальвину Снимите этот парик Ну, стапа мне в ступку, оденьте его обратно Я вообще не понимаю, как вы можете избавиться от главного актера? А что? Я играю во всех постановках, где есть улица Кстати, мы же вот с ним главные актеры этого театра Мы играем в опере Руслан Викторович и Людмила Петровна Угу, все верно А я хочу, чтобы это были снова Руслан и Людмила Слушайте, давайте придумаем какую-нибудь постановку, где есть говорящее дерево Нет! Юнону мне волось Простите, вы опоздали Так, а где третий ваш? Ну, ё-моё, опять скидываться Ну, зато у нас теперь будет постановка «Две сестры» Как две сестры? А Чехову же три сестры Ну, я же говорю Я могу сыграть третью сестру Нет! Не может быть дерево женщиной Это вам просто с женщинами везло Ага Извините, а по какому поводу собрание? А нас хотят уволить Как? Без единой причины Да прям таки без единой причины В четверг, например, вот панночка в Вии не встала из гроба Да нет, она просто заснула А не нужно ставить представление после обеда После обеда Вот я поэтому и хочу вас всех уволить и нанять молодых актеров Чтобы ставить новые постановки Новую постановку Шекспир, наверное, что-то новое написал, да? Да Нет Речь идет не о Шекспире Постановке по комиксам О людях с суперспособностями Позвольте, у меня артериальное давление 240 на 180 И я до сих пор жив Чем вам не суперспособность? Да нет, вы не понимаете Там супергерои Вот смотрите, у меня есть список Вот, например, женщина-кошка Тю, женщина-кошка Я женщина, 22 кошки И в чем ваш талант? А вы попробуйте на зарплату актера в нашем театре Нахормить 22 кошки Хорошо, ладно Вот, например, человек-паук Он получил свои способности, когда его укусил паук А, тогда я, получается, человек-дворняга В чем ваша способность? Я могу выдержать 40 уколов в живот Господа, ну и в конце-то концов Кто из вас может сыграть в постановке «Стражи галактики»? А это кто? Я извиняюсь, а какие там персонажи? Пожалуйста, я вам сейчас перечислю Значит, первое Забавный енот Так Инопланетянин Так И говорящие дерево А я знал А я верил Вот роль всей моей жизни Ха-ха Забавный енот Я извиняюсь, а это что за персонаж? О, это человек-муравей Он становится маленьким Ну я человек-муравей Когда в холодной воде Прекрасно Спасибо за откровение Я извиняюсь, а что вот это вот у вас за зеленое чудовище? О, это Халк Он не может себя контролировать, когда он зеленый Так у нас Андрей Петрович Халк Только когда синий Дорогие мои Ну наконец-то И кто из вас черная вдова? Дважды Ну ладно Ладно, 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 хорошо Давайте попробуем Он сказал попробуем Он сказал попробуем Да Мы сможем Сможете, сможете Все, завтра на репетицию в шесть Вы что, с ума сошли? Да мы увольняемся прямо сейчас Почему это? В шесть часов вечера идет сериал Врач по вызову До свидания Субтитры сделал DimaTorzok